Произойдет естественный подъем энергии. Это невероятным образом активизирует поясничный отдел позвоночника и укрепит мышцы вокруг него. Ваш ум станет острее. Вы заметите разницу просто делая несколько простых вещей. В конечном счете, чем бы вы не хотели заниматься в жизни, самое главное — это насколько ясно вы все воспринимаете. Не так ли? Это касается всего. Да или нет? Если у вас нет ясности, вы попытаетесь заменить ее уверенностью. Однако уверенность — очень плохая замена ясности. Это все равно, что... Представьте оживленное шоссе, по которому с большой скоростью проносятся машины. Вы плохо видите и пытаетесь использовать свою уверенность. Вы можете посмотреть на свой гороскоп. У вас же есть горе-скоп. Вы можете сослаться на свой гороскоп и сказать, «Мой гороскоп говорит, что я проживу 90 лет, так что со мной ничего не случится» и бросится через дорогу. Может быть, у вас получится ее пересечь. Или вы используете какой-нибудь свой девиз, который придает вам уверенности. Можете сказать, «Джай Шри Рам» или «Аллах Акбар», или «Возвать к Деве Марии» — все что угодно, то, что вы выберете. Громко прокрещать свой девиз и броситься через дорогу. У вас может получиться. Либо чисто случайно, либо из сострадания водителя. Но если вы будете делать так каждый день, мы знаем, откуда вас забирать. Один раз вам может удастся сделать это с помощью уверенности, но уверенность не может заменить ясность. Если вы хотите с успехом чем-либо заниматься, вам необходима ясность. Не так ли? Чтобы появилась ясность, важнейшим условием является то, чтобы ваш позвоночник находился в определенном состоянии, так как все ваше восприятие в большой степени зависит от этого. Позвоночник — это не просто какая-то физическая материя. Это целая сеть. Серьезная коммуникационная сеть. Если вы утратите ее, или если она утратит свою чувствительность, вы даже не представляете, чего лишитесь. Вы потеряете нечто совершенно феноменальное. Это не только физическая сеть. Поэтому это не просто некая физическая вещь. Это основа всего процесса передачи информации, происходящего в вашей системе. Не так ли? Это сложная конструкция, состоящая из многих частей. Каждый день позвоночник нужно растягивать. Если его части сложатся одна в другую, тогда коммуникационные способности позвоночника будут в основном утеряны. Так что йога-намаскар невероятным образом активизирует поясничный отдел позвоночника, укрепляет мышцы вокруг него, усиливая так, чтобы в мере старения не происходит проседание позвоночника, которое приводит к защемлению нервов. А если разрушительные процессы уже начались, то йога-намаскар — это лучший способ восстановить свой позвоночник. Эта практика принесет пользу всему телу. Йога-намаскар — это простой, но целостный процесс сам по себе. Естественный пролив энергии произойдет, если вы просто поставите ступни вместе и сядете на корточки. Такое приседание на корточке лучше всего выполнять, если вы держите ступни вместе, чего многие из вас сделать на данный момент не могут. Очень немногие могут это сделать прямо сейчас. Мы не хотим слишком большого пролива энергии. Тогда следующим лучшим положением будет держать ступни на одной линии с плечами. Просто поставьте их на ширине плеч. Вы можете выполнять эту практику до 21 раза. 21 — хорошее количество раз. Если вы этого сделать пока не можете, начните с 7. Затем постепенно, каждые два дня, прибавляйте по одному разу. Примерно через 40 дней вы сможете сделать 21 раз, что будет очень хорошо. Вы увидите феноменальную разницу в том, как вы функционируете. Если есть способ измерить работу своего интеллекта, остроту ума, то вы заметите разницу просто потому, что делаете несколько простых вещей, чтобы расслабить и активизировать позвоночник. Субтитры создавал DimaTorzok